Уважаемый зритель, для начала подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо! Осетинская организованная преступная группировка Осетинская ОПК – этнически организованная преступная группировка, действовавшая в Москве в 1990-е годы. Осетинская ОПК образовалась в начале 1990-х годов в Москве. С момента создания одним из главных лидеров группировки был осетинский вор в законе Николай Безикашвили, ЦИКа. Во времена СССР он был квартирным вором и предпочитал действовать в одиночку. В первый раз он был осужден в возрасте 17 лет в 1973 году на три года заключения за грабеж. Вскоре после освобождения он снова был осужден за грабеж и хранение наркотиков на четыре года. Особо девшись, Безикашвили продолжил преступную деятельность. В конце 1979 года он был задержан в Москве и помещен в изолятор временного содержания. ЦИКа сумел оттуда сбежать и всего за три месяца совершил более полусотни квартирных краж во Владикавказе, Москве, Ленинграде, Львове и Симферополе. В 1980 году он был осужден на пять лет. В 1987 году Безикашвили был задержан во Владикавказе и осужден на 1,5 года за хранение наркотиков. После освобождения ЦИКа переехал в Москву, где возглавил Осетинскую ОПК. В Осетинскую ОПК входило около 30 боевиков, бывших спортсменов. Базой и местами сбора руководства ОПК была одна из квартир в Москве и частная мебельная фабрика. Группировка специализировалась на вымогательствах, разбоях и похищении людей. Также ОПК удачно занималась финансовыми махинациями. Ареал влияния группировки распространялся на муниципальный округ Мосфильмовский. Местная славянская преступная группировка Мосфильмская стала союзником Осетинской ОПК, а их лидер Сергей Шевкуненко, шеф, стал близким сообщником Безикашвили. Под контролем группировки находился Акперенбанк. Безикашвили хотел расширить территорию деятельности своей группировки за счет соседних округов. Попытки сделать это привели к частым вооруженным разборкам с конкурирующими ОПК. Для восполнения потери увеличения численности своей ОПК пытался привлекать в группировку земляков-спортсменов, беря их под свою опеку. Самым известным преступлением группировки было разбойное нападение на художника Андрея Соболя. Более 20 вооруженных автоматами боевиков ОПК во главе с Безикашвили вытащили Соболя из автомобиля. Отобрали более 2000 долларов, радиотелефон, автомобиль Мерседес и все документы на него. После бандита на автомобиле Жигули возили художника по разным квартирам, избивали и требовали деньги за проданные им две личные иномарки. Но Соболе удалось сбежать, выпрыгнув из окна третьего этажа. Ему помогли незнакомые люди, укрыв его у себя, и уже от них художник связался со своими друзьями. Те, знавшие Безикашвили, договорились с ним о встрече в лесу около Мосфильмовской улицы для разбора ситуации. Но на следующий день, когда друзья художника о чем-то договаривались в лесу с Цикой, ждавший их возле машины Соболь был снова похищен бандитами. Сергей Шевкуненко и Игорь Костюнен, Костюння, угрожая автоматом, отвезли его в какую-то квартиру, куда вскоре пришел Безикашвили с семью подручными, вооруженными автоматами. Он объявил Соболю, что его сдали его друзья, так как они испугались вооруженных автоматами бандитов. Также Цикой сказал, что с ним может говорить только такой же вор в законе. Тем не менее бандиты отпустили Соболя, и он написал заявление в РОП. Параллельно с похищениями Соболя участники ОПК вымогали 15 тысяч долларов или квартиру супружеской пары Андриановых. Бандиты считали, что друзья Андрея и Андрианова летом 1994 года устроили с осетинами и с людьми Шевкуненко вооруженную разборку из-за какого-то пустяка. Тогда обошлось без жертв, но боевиковцы Ки-Шефа забрали в отделение милиции, откуда их якобы пришлось выкупать за 8 тысяч долларов. Бандиты считали, что за это Андрианов должен им отдать 15 тысяч долларов. Андрианов согласился продать дачу и вернуть сумму частями, но бандиты требовали отдать или все сразу, или квартиру. Бандиты несколько суток возили Андрианова и его жену по разным квартирам, а разговаривал с ними сам главарь группы РПОВКИ. Но Андриановым тоже удалось бежать. Они написали заявление в РОП на следующий день после того, как это же сделал Андрей Соболь. В похищении супругов подозревались не осетинские бандиты, а двое жителей Москвы, этнических русских, Игорь Костюнин и Антон Ракитин, который занимался обменом квартир. По оперативным данным они оба были участниками группировки Шевкуненко. Ракитин вместе с Костюней скрылись и были задержаны только в октябре 1994 года. Тогда же сотрудники РОПа арестовали Дмитрия Лавраненко, которого считали участником этой же группировки. У него дома были найдены пистолет Макарова, два чехословацких пистолета, пулемет и обрез охотничьего ружья. Позже Лавраненко был обвинен в бандитизме. В начале июля 1994 года у Безикашвили пятеро участников его группировки были арестованы. У ЦИКи были изъяты-изъяты четыре ампулы наркотика Бупринорфины и ключи от автомобиля Соболя. Им были предъявлены обвинения в бандитизме, вымогательстве и похищении людей, а главарю ОПК – еще и в хранении наркотиков. Перед судом предстали девять участников группировки. В феврале 1995 года оставшийся без прикрытия осетинской ОПК Шевкуненко был убит. Это убийство раскрыто не было. Следствие по делу Безикашвили более двух лет вели сначала следственный отдел РОАП Западного округа, а потом Кунцевская прокуратура. На суде ЦИК вел себя вежливо, и если он хотел что-то сказать, то поднимал руку, как школьник. В 1997 году главарю ОПК и его подручные были осуждены. Лишившееся руководство ОПК было ослаблено. Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо. 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 Спасибо.